Первым адресом, где остановился председатель правительства Свердловской области в Полевском, Денис Паслер, стал коттеджный поселок Березовая Роща. Здесь его встречает глава города Дмитрий Филиппов и управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. Премьер области интересуется, кто стал новоселами и насколько доступно такое жилье для полевчан. Проект Березовая Роща рассчитан для молодых и высоко квалифицированных специалистов городообразующего предприятия, рассказывает Михаил Зуев. А первые 122 дома, которые на сегодня уже заселены, это только начало реализации социального проекта по улучшению жилищных условий заводчан. Кроме малоэтажного строительства, Северский трубный завод занимается и возведением многоквартирных домов, строит дороги и развивает инфраструктуру Полевского. Последний дом мы сдали там на 70 квартир молодежных, как я говорил. Есть у нас еще несколько площадок под многоэтажный строительство, это девятиэтажки, пятиэтажки. Ну, будем пока приоритет отдавать малоэтажному жилью. Эта дорога у нас вот до тех домов, что мы видим, как раз последние дома мы построили. Она в асфальте. Сюда она придет, здесь перекресток с городской дорогой. Это, безусловно, положительная динамика развития округа. Когда в городе строится жилье, создаются семьи и рождаются дети, говорит председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. Мы же, в свою очередь, должны поддерживать такие муниципальные образования и компании, которые инвестируют собственные средства в развитие территории, продолжает Денис Владимирович. Это очень хороший пример, который нужно обязательно развивать. И молодцы, крупная компания и директор, в общем-то, что поддерживает эту инициативу, что может защитить данный проект у акционеров. А это немаловажно. На самом деле, это, я говорю, что директор, в общем-то, самостоятельный, профессиональный. Поэтому очень правильный проект. Хорошо, что он реализован, хорошо, что за эти деньги. Потому что есть механизм поддержки процентов, как это сделано на заводе. И мы, безусловно, будем помогать, чтобы и дальше эти проекты реализовывались. Следующий объект, куда отправляется премьер области, это ремонт теплотрассы в южной части города. Здесь его ждут руководители коммунальных компаний, которые сегодня работают на юге. Первый вопрос председателя правительства к арендаторам сетей. С чем связано такое количество аварий в прошедший отопительный сезон? Причина одна – ветхость сетей. Единственный выход избежать повторения подобной картины в этом году – ремонт и замена теплотрасс. Глава города Дмитрий Филиппов поясняет, что на сегодня определены самые проблемные участки и составлены сметы. Объявлен конкурс. Общая сумма затрат превышает 40 миллионов рублей. Поразмыслив, Денис Паслер заявляет. 30 миллионов дадим, если будет четкое понимание выполнения обещаний приглашения в эту область. Чем быстрее сформируете, начнете формировать обещания, исполнять обещания, тем быстрее получите денег. Тема долгов и расчетов с поставщиками энергоресурсов на протяжении вот уже нескольких месяцев остается актуальной для Полевского. Своё оправдание коммунальщики называют несколько причин. К примеру, у сетевой компании «Новоэнергетика» в приоритете расчетов – погашение кредита, взятого на строительство котельной на 60 мегаватт. Еще один важный вопрос, который интересует Дениса Паслера – это кто будет заниматься сетями южной части Полевского в следующем отопительном сезоне. Договорные отношения с полевским филиалом сетевой компании «Новоэнергетика» заканчиваются через неделю. По мнению председателя правительства, правильным вариантом будет принцип генерации, то есть когда котельные сети находятся в одних руках и предлагают подумать над этим. А возможно и применить этот принцип работы в Полевском. У главы города на это свое мнение. «Новоэнергетика практически сам публикан получается. Денег нет, аварии есть, не устраняются. Упечки идут, которые ведут к еще большему разбалансу. И накладывается это еще тем, что чисто политически ситуацию подорожает. И тем, что 10 лет на самом деле до южной части города было все глубоко варочное». Основная цель визита председателя правительства Свердловской области в Полевской – это узнать о проблемах территории, побывав на месте. Увидеть все своими глазами, а в последующем учесть эти вопросы в областных программах и попытаться их решить. «Вопросы традиционные. Вы присутствовали на всех вопросах. Это ЖКХ, это садики, это дороги. Поэтому обязательно будем участвовать в этом проекте. В следующем году надо нам запустить три садика, о которых мы только что разговаривали. И я думаю, что в ближайшее время область поможет. 30 миллионов выделят денежные средства для того, чтобы коммуникации в южной части начать восстанавливать. И надеюсь, что с данными вложениями проблем и остановок, и ремонт будет меньше». Строительная площадка в микрорайоне «Центральный» – последний объект, куда отправляется премьера области. В скором времени здесь должно начаться возведение детского сада на 130 мест. «Дорогу-то когда сделаем? Будем запускать детский садик, сразу сделаем. Но по дорогам, значит, в 10-м году потрачено было 18, в 11-м – 40, а в 2012-м – 84. При этом 50 миллионов рублей станционный Полевской». В этом направлении Полевской молодцы. В завершении своего визита, говорит Денис Пастыш, нужно подтягиваться и по остальным направлениям. «Мы же готовы помогать». «Ладно, что, спасибо. Давайте строите хорошо, качественно. Естественно, наших интересов. Обжать. Все хорошо». «До свидания». Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.